Демид Голиков, Сяб, Демид, ну хорошую обе команды выдали сегодня игру, интересную, с обилием голевых моментов, но как ты оценишь результат итоговый? Я думаю, что все закономерно, молодцы Мэтт, очень хорошая команда, я на самом деле не буду врать, я даже не смотрю на каком они месте, они играют свой футбол характерный и он дает результат. Спасибо им огромное, ну я думаю, все закономерно, они были чуть порасторопнее в первом тайме, мы медленно играли, у нас ничего не клеилось, я думаю, что мы играли по сути только последние минут 10, я думаю, в свой футбол. Ну вот да, я хотел тебя спросить, что я очень часто слышал подсказ от тебя партнерам, просыпайтесь, просыпайтесь, с чем это связано, какая-то недооценка после трех побед? Никакой недооценки нет, почему? Мы просто долго раскачивались, долго запрягали, в этом нет ничего такого, долго входили, может кто-то, не знаю, приехал с каких-то игр непонятных, у нас люди разные любят ездить по всяким псевдотурнирам непонятным, нет бы в Алипрома выложиться и сиди дома с женой кайфу, не знаю. Расскажи о тренерском решении, Марущак просидел практически весь матч на замене, вышел на последнюю 10 минутку и отметился, поучаствовал в двух голевых комбинациях. Он вроде оба и забил, насколько я помню. Да мы на него всегда, мы рассчитываем на всех, на него в частности, он лучший бомбардир вообще за всю историю клуба. Если тренерский штаб решил выпустить на данный момент Костю и Саню впереди, ну он не обижается ни в коем случае, он все сам понимает прекрасно, он сам знает, что он где-то чуть не в форме, где-то пропустил тренировки, за счет которых выбирается в принципе состав. И, соответственно, он был в обойме, всегда будет в обойме, вот вышел и сделал свое дело. Я считаю, подарил нам ничью, спасибо ему и всей команде, что в конце все-таки не выключились. Павел Ефимов, Мэтт. Паш, ну интересно получилась игра с обилием голевых моментов, поделись впечатлениями. Я думал, ты вопросы задавать будешь. Слушай, ну впечатления наконец-то хорошие у Мэда, потому что вторую неделю подряд мы более-менее показываем какой-то содержательный футбол, выполняем тактические какие-то заготовочки, да, там, которые договариваемся перед матчем. Вот. Ну и, собственно, забиваем мячи, просто не дотерпели в конце. Ну, игра равная, 2-2, закономерный счет. У них в конце там могли хоронить, конечно, нас на самом-то деле. Ну, то есть вот эта победа, вырванная за гранд-фортом в прошлом туре, дала вам эмоциональный заряд, чтобы добиваться положительных результатов? Конечно, когда 8 матчей подряд не набираешь очки, естественно, это сказывается, и, ну, как бы, все смотрят турнирную таблицу, и там уже говорят, что Мэд поплыл, и что-то такое, это все мелочи. Мэд стабильный. Мэд возвращается в прошлом. Конечно, конечно, все будет хорошо. Мэд обязательно покажет, на что он действительно способен. Главное, это проявлять характер, биться, и все прибудет. Все будет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.